Старинную финифть впервые привезли в Хабаровск. Выставку изделий и украшений из эмали организовал музей-заповедник Ростовский Кремль. В экспозиции 230 предметов художников 18 века и современных мастеров. Об одном из старинных народных промыслов расскажет Татьяна Репина. 21 сентября, Рождество Богородицы. Вот так вот совпало. Финифть – искусство духовное, ростовское особенно. До революции Ростов-Великий был одним из главных духовных центров. Паломники со всей страны приезжали на святую землю. Покупали евлоги – религиозные образки, выписанные на эмали. Даже копеечную финифть художник выполнял ювелирно. Тончайшей кистью прорисовывал и отправлял в муфельную печь, затем повторял рисунок и снова запекал краски. И так до 12 раз. Работа над изделием могла продолжаться годами. Это тончайшая, тончайшая работа. Это тот же самый живописец, только который работает с очень маленькими изображениями. При нагревании расширяется металл. И это же не однократное нагревание, а их может быть вот этих вот нагреваний с последующим охлаждением до 12. И случается так, что при обжиге начинается коробление пластинки, и тогда вся работа пойдет на смарку. Это все пойдет в брак, исправить невозможно, в отличие от живописи на холсте. Современные паломники-туристы раскупают финифть на сувениры. В Ростове ремеслом владеют сотни мастеров. Работают на дому и фабрике. Ростовская финифть – как тульский пряник или вологодское кружево – визитная карточка города. Выставка «Ростовская финифть» насчитывает 230 предметов. Самому старому – 250 лет. Но есть и современные экспонаты. Например, икона известного в Ростове мастера Евгения Михайленко. Образ святителя Иннокентия Иркутского привезли специально для хабаровчан. В Хабаровск Ростовскую финифть привезли впервые. Вести через всю страну хрупкие старинные экспонаты сложно. Одежда боится влаги и света. Поэтому на выставке представлена только митра. А вот эмали ничего не страшно. Спустя века рисунок сохраняет блеск и насыщенность цветов. 18 века, 19 век – это практически исключительно иконы. 20 век – женские украшения, шкатулки, коробочки, пейзажи, портреты. Выставка познакомит с основными экспонатами развития промысла от момента зарождения на Руси до настоящего времени. Посмотреть экспонаты можно будет до 6 декабря. Татьяна Репина, Сергей Демьяненко, телеканал «Губерния».